не установится. Во-первых, ваше отношение к этим новостям, ваше отношение к этим событиям и что ждать этой стране и вообще этому окружению, этому региону? Ну, про эту страну могу говорить не как посторонний наблюдатель, а приезжал туда несколько раз за последние 20 лет. То есть я видел апогей в развитии режима, когда всего много было и вот в последние годы, когда определенные проблемы возникли. Мы хотели сегодня буквально на заседании палаты принять постановление, в котором осудить убийство, выразить сочувствие ливийскому народу. Но у нас большинства нет голосов, поэтому этот пункт не был обозначен. Убит руководитель страны этой. Это была самая богатая страна Африки и богатая не потому, что есть там, как бывает там, золото, алмазы, а народ весь нищий. Какой-нибудь там код-дивуар. Я имею ввиду высокий уровень жизни. Зарплата очень высокая, безработицы никакой нету, привлекают иностранных рабочих. Рядом там тунисцы или египтяне, алжирцы, марокканцы. Образование практически бесплатное. Значит, у многих квартира или бесплатная, или с большой дотацией, в смысле с субсидием помогают. То есть страна, которая очень много делала для своих граждан. И свобода была там. Пожалуйста, на учебу в любую страну мира. Интернет. Все есть. Под запретом было две вещи. Алкоголь. Это хорошо. И наркотики. И это тоже хорошо. Я когда приезжал туда, ребята в основном курят. Хотя им, может быть, даже не надо. Почему ему курить? Парню 20 лет, там 25. Ну, немножко грустные они были. Допустим, тяжело жениться. Потому что там нету таких танцев, дискотеки, какие-то там балы, приемы. И холостому парню, левицу тяжело познакомиться. Это проблема всего мусульманского мира. Мне также молодые турки жаловались и везде, где угодно. Но сытые, откормленные, хорошо одетые. И такого уровня жизни никогда не будет больше. Это была сказка. Тысяча и одна ночь. И он не был диктатором, который подавлял всех и вся. Это не Пиночет был. Это был действительно лидер народа. Это племена самые разные. В том числе из глубин Африки, которые вообще не только демократию не знают. Они живут еще в средневековье. И не в европейском, а в африканском средневековье. Оно ведь тоже разное. У людей там лошади, верблюды, там, не знаю, питание, кибитка. То есть кочевой образ жизни. И они мало что разбираются в том, что происходит в Европе. Он создал действительно новое общество. Единственная страна. Он власть опустил вниз на уровень жилого массива. Говорит, Москва, теплый стан. Вот у вас вся власть. И деньги есть. Вот и управляете. Там, допустим, Леонозова в Москве. Вот у вас власть. То есть община. Выбирает руководителя. Выбирают типа местного парламента. Какое-то правление у них есть. И у них есть свой бюджет. И своя муниципальная милиция, полиция. Там не важно, как она называется. Вооруженные люди. Все. Никто никому не мешает. То есть он пытался показать третий путь. Говорит, коммунизм плохо. Он видит, что рухнул Советский Союз и многие другие. Там Куба тяжело, Северная Корея. Капитализм он ненавидел. И прекрасно понимал. Особенно потому, что весь Запад это были колониальные страны. Ливия была всегда под господством Италии. Другие Франция, Британия. Поэтому всей Африки антизападное настроение. Ибо все соки были высосаны за 100-200 лет из этих стран. Это очень много достижений. Политических, духовных, моральных, религиозных. Там не было аль-Каиды. Там не было экстремистских исламских организаций. Он пресекал их деятельности. Он нас предупреждал, российское руководство, что говорит, вот имейте в виду, вот там в Каирском университете, в таком-то, вам готовят боевиков. В том числе из ваших студентов, которые приезжают изучать ислам. То есть он помогал нашей стране. Он нам делал хорошие торговые соглашения. Мы могли получить огромные деньги. Он готов был давать нефть свою ливийскую. Все, что надо. Он мне сам говорил, ну давайте я ваши автомобили буду покупать. И такого же класса, такого же класса. Он покупает на Западе. По 3000 долларов. Мы москвисты могли продавать ему за 3000 долларов. То есть к нам был расположен хорошо. Приезжал к нам несколько раз. Туда тоже, по-моему, приезжали наши руководители. И никому он не угрожал. Он пытался обнить арабский мир, мусульманский мир. Африку не получилось. И он нигде не посылал своих солдат. Близко ничего не было. Он даже не призывал своих юношей в армию. Если ему нужны были какие-то вооруженные акции, он нанимал африканцев бедных, негров, наемников. То есть он берег свой народ. 6 миллионов жили как в раю. С водой тяжело. Он проложил водовод из глубин Африки. Из пресных озер. Все задыхаются, арабские страны, нет воды. Растапливают арктические льды. Выпаривают соленую воду. А он дал им родниковую воду. То есть он заботился. Фрукты, овощи круглый год. Любые. Африка, все есть. Никаких курортов там. В смысле, Запад. Я не хочу разврат. Алкоголь. Сохраняются детственные пляжи. Бунгало, Куга, пожалуйста. Прямо искупался и может топать в Африку. Пошли эти оливковые рощи. Как сказка. Я все это говорю не из книжек. Айболит там где-то в Африке. Все видел своими глазами. Он мне подарил несколько накидок своих. Таких вот. Которые фирменные его. Могу сейчас на аукцион выставить. Мне бешеные деньги могут дать. Я не буду этого делать. Но это с его плеча. Это его. Сейчас после смерти это, как говорится, в принципе, такая вещь музейная, сувенирная. Очень хорошо ко всем относился. Конечно, он был противником этой западной модели демократии. Партий никаких нет. Парламента, как такового, нет. Министры, представители правительства, они автономно действуют. Президента, как такового, нет. Он руководитель Ливии. То есть нормальная спокойность. Он нас со всеми торговал. Никакого ограничения для кого. Запад там сидел по полной катушке. Все контракты с ними заключал. Ливийская нефть вся шла на Запад. Она самая легкая. Она самая хорошо потребляемая. Цены диктовал Лондон. Это всемирная нефтяная биржа. Он не вмешивался. Он не завышал. Он не понижал, как король Служской Аравии. Он нигде не провоцировал революции никакие. То есть к нему претензий никаких не должно быть. Он всем давал в долг. И Саркази, и Берлускони, и прочее, прочее. Денег немерено. Страна маленькая. А экспорт нефти день и ночь идет. Поэтому денег у него было много. Наши мусульмане к нему катались. Просили деньги. Я это сам там видел, присутствовал. Хорошо нас всех принимал. В общем, очень жаль, что погиб человек, который внес в историю человечества свой вклад. Это не Мубарек, который очередной президент Египта. Это не Бен Али, очередной руководитель Туниса. Это не Салих, очередной руководитель Йемена. О них никто вспоминать не будет. А Каддафи мировая величина. Он дал вариант третьего пути. Это немножко, немножко африканский Карл Маркс. Это чуть-чуть ливийские Гарибальди в борьбе за национальную независимость. И вот он, конечно, мешал тем, что был последний авторитетный руководитель страны. И как руководитель влиял на весь арабский мир, мусульманский и на весь африканский континент. Но многие говорят сейчас, что это война за нефть. Конечно. За нефть и за Африку. Потому что самый лучший климат в ближайшие 30-40 лет будет на севере Африки. Северная Европа замерзнет. Южная затопит их всех. Как сейчас в Португалии или Бразилии. Все тонет, так сказать. А вот Северная Африка будет прохладнее, чем сейчас. Сейчас там плюс 40 летом. Плюс 20 зимой. А будет средняя температура. 25. Там пальмы, там оливковые рощи. Там любые фрукты, овощи. И там пресная вода есть в глубинах Африки. То есть это будет идеальный климат для проживания. Запад готовит себе запасной аэродром. Они все будут переезжать туда. На восток бесполезно. Россия не пустит. И что в студенную Сибирь им ехать? А на другую планету еще не придумали. А вот через земное море переплыли. И великолепный континент, самый богатый. Африка. Все есть. Нефть, газ, алмазы. Почему в Сомалии бардак? Тоже есть уран, нефть, газ. Почему в Судане свергают лидера и страну разделили отдельно Дарфур, негритянское население, отдельно арабы, мусульмане. То есть членят, убирают всех, чтобы освободить всю Северную Африку, сделать новую Европу. Вот Москва. Расширяемся? Новая Москва на запад. В два раза больше, чем нынешняя старая Москва. И правильно. Будет свежее воздух, больше возможностей. С пробками покончим. Будет хороший вид из окна. Подмосковье подтянем. Вот так Европа. Старый континент гибнет. Засуха, наводнение, дожди, замерзание. И вот райское место. У Европы сейчас другие проблемы. Им бы разобраться со своими финансами и со своими странами, которые они набрали в единую Европу. Как вы думаете... Общий кризис продолжается. Как вы думаете, это отразится в ближайшем будущем на экономической ситуации в России? Много прогнозов сейчас есть. Много говорится о том, что мы относительно независимы от этого. Финансисты сами говорят, что как мы можем быть независимы, мы в едином рынке живем. Как это к нам придет? Вот здесь мы действительно немножко особнячком стоим. Мы уже являемся частью мировой экономики, но мы не производим то, чтобы у нас много покупали. Поэтому кризис там. Неплатежи там. Если не смогли бы покупать наши товары, нам было бы тоже плохо. Но они у нас ничего не покупают. В этом смысле нас это не тронет. Вот Китай это затронет. Упаси бог, везде начнется финансовый кризис. Никто не сможет платить за китайские товары Китаю каюк. Все. Ибо он как промышленная мастерская весь мир снабжает процентов на 70. Шерпотреб, тапочки, обувь, костюмчики, маечки, трусики, игрушки. Полная номература. Высокая технология. В том же дело. Машины, холодильники. Всего у них хватает. Вот им плохо будет. Потому что везде китайские товары прекращают покупать. Остановились кредиты, банки. Все остановилось. Мы как раз, благодаря нашей недоразвитости, нам ничего не будет практически. Нам что опасно? Если падают цены на нефть. Но они не могут упасть очень сильно. Потому что Китай купит любую нефть. Ему это конец. Если не будет нефти. Поэтому он заплатит Китай. Он очень много потребляет. Ему уже протянули туда нефтепроводы. Европа. Газ будет покупать. Потому что они замерзнут. Им холодно сейчас. Им нужно готовить пищу. Каждая третья газовая плита в Германии. В квартире стоит. Немец готовит пищу. 30% это русский газ. Немцы всегда купят газ. Потому что им нельзя без газа. Треть семей будет голодать. Поэтому нас не коснется. Но все-таки нужны нам антикризисные меры. Которые на всякий случай. Обязательно. Обязательно. Они есть? Мы все равно должны принимать определенные меры. Строить дороги. Они нам нужны для развития экономики. Строить жилье. Еще очень много ветхого. И просто люди стоят в очереди. Армия. Вот впервые мы даем большое увеличение бюджета на армию. 20%. Впервые мы закупим только самое современное оружие. Чтобы наша армия была не просто очень хорошие солдаты, офицеры, генералы. Но и самое хорошо вооруженное. Современное. Компактное. Быстро действующее. Поэтому здесь деньги даются приличные. Значит, вот здесь много пользы. Там пенсии будут расти, допустим, зарплата, стипендии. Но, к сожалению, инфляция. Условно, доходы наши вырастут на 5-6%. А инфляция 6-7%. То есть она все равно срезает доходы. Все равно граждане не почувствуют улучшения. У нас тариф еще есть. Ухудшения не будет. Скоро, все хуже и хуже живу. Но улучшения не будет. В этом смысле, граждан, сколько же можно ждать? Когда же лучше будем жить? То есть будут расти цены на тарифы ЖКХ, квартплата, газ, электричество, канализация, все остальное. Транспорт, проезд, все это будет расти. Просто цены на продукты. Кстати, на продовольствие это проблема всего человечества. Будут постоянно расти цены. И мы должны быть готовы к этому. Здесь никто не остановит рост цен. Все хотят кушать. В темноте сидеть без газа света могут. Дайте кушать. Я буду холодную колбасу кушать. Я буду яичко холодное выпью. Я молоко холодное выпью. А вот если мы убираем пищу, то есть в чеме твои газовые плиты, электрические плиты, кондиционеры, свет, все полыхает, а холодильник мой пустой. В этом продовольствии мы можем выигрывать. Можем дать огромное количество своим сперва, нам, чтобы ничего из-за рубежа не покупать. И вот вместо нефтяной иглы сесть, посадить весь мир на русскую продовольственную иглу. А как? Чтобы кушали наше. Как? Производить больше. Например, сейчас мы почти 100 миллионов тонн хлеба. Для нормы нам нужно одну тонну на человека. Нам нужно 150 миллион тонн хлеба. Давайте это добьемся. Еще рывок сделаем, засеем еще большую часть. Построим еще больше элеваторов. Перевозить. Мельницы. Мукомольные комбинаты. Макароны делать. Все это обрабатывать. Хотя бы достигнем нормы европейской. Тонна на человека. Значит еще нужно на 30% увеличивать. Давайте делать. Мясо. Не доедаем в два раза. В два раза меньше едим мясо. Все остальное хорошо. Яйца. Мясо птицы хорошо. Хлебобулочные. Овощи. Фрукты. А вот мясо давайте дадим больше. Мясо рыба. Давайте с Дальнего Востока везти. Полно рыбы. Че с самолетом МЧС стоят пустые? Че мы ждем стихийное бедствие? Загружать их и везти день и ночь. Свеженькую рыбку. Вот поймали в океане вчера и утром на столы...